Опыт Пономарёва Мы наблюдаем современный поиск синтеза искусств, где каждый из них в отдельности по сути подвергается смерти, празднует самоупразднение на пороге перехода в иное качество. Смерть искусств и вывод по ту сторону искусства, на уровень ритуала, который предвидится на идеальном горизонте творимого. Ритуала пока безымянного, хотя и отсылающего к эзотерике прошлого, прежде всего через явные отсылы к двум великим традициям, египетской и тибетской. Ведь та и другая, помимо всего прочего, явились анонимными авторами книг мёртвых в её двух равной степени богоодухновенных версиях. Энвайрмент, пространство, среда, экспозиция, инсталляция – всё это оживлено и одновременно переведено на порог смертной тайны через действие во времени. Через действие во времени, через силовое воздействие специфичной музыки, где во многом ощутима инспирация и духовно-эстетический импульс Алексея Тегина, который порой и сам непосредственно участвует в сотворчестве музыкального перформанса, властно и агрессивно овладевая пространством и слушателями. Оперируя звуком и пространством, Пономарёв преображает территорию мастерской квартиры в магическое сакральное пространство, в территорию, в территорию с большой буквы, в среду, идеальное предназначение которой – быть местом посвящения мастериального тайноводства. Через предметные знаки художник уподобляет расклад территории космогонической схеме, священному чертежу или макету земного мира, где, как в египетском храме, ощутимы вещие оси – север-юг, восток-запад, наделённые символическим смыслом криптограммы геомира. Это своего рода бытийный макет, комнатный камерный микрокосм, предметная модель наподобие тибетских кьюкхоров или мандал. Ландшафтные и знаковые идеографические намёки картин отсылают к археологии, к сакральным точкам гео- и топографии, в данном случае являясь припоминанием о местах силы Древнего Египта, которые, как известно, хранимы заповедной землёй города мёртвых. Этой территории, где прикровенность тайны сопротивляется заступу археолога и зачастую угрожает жизни учёного и иным непрошенным пришельцам. Но этот некрополь, город смерти с его свидетельствами камней, с его смертоносно творящей аурой и одновременно вечной бытийностью памятника, стоящего у истоков средиземноморской культуры, это вещи, урочище стражей порогов и великих теней, место встречи, разумеется, посмертной богов и смертных, всё это увидено художником с предохранительной дистанции, с почтительного расстояния, созерцаемого издалека. Этому способствует сама техника невоспроизводимых, нерепродуцируемых фактически картин Пономарёва, превращенных действом энвайрмента в компоненты зодчества, зодчества этой среды, в стенопись постепенной кладки, в стенопись возводимого неведомого храма, где руины, раскопы, рельефы, трофеи археолога, реликты песка и камня остранены и словно дематериализованы монохромной черно-белой светописью рукотворно воспроизводимых фотоизображений с помощью точечного, как бы растрового обживания поверхности, неторопливость которого сродни медитации. Ведь точка — это свёрнутый макрокосм, это смерть универсума и перехода в новые качества. Зачастую это происходит с помощью вторичного отстранения своей же картины через её настенную слайд-проекцию, и миры становятся ещё более имматериальными. Художник превращает оригинальную версию фотореализма в способ уплотнить, влить в вещество и пространство тонкую материю созерцания, затянуть её в визуальную ткань индивидуальной мифологии, эстетика которой в целом порождает некие Египто-Тибета-Германские культурные менсценции. Но не только эти смутно мерцающие, видимые словно через траурный крэп «точка письма» археологизмы, не только излучений магии Земли, питают образ времени и места, и подводят к медитации на тему пограничия жизни и смерти, к ситуации перехода и порога, к переживанию переуплощения в загробную потустороннюю реальность. Прорыва и вывода в мир абсолютно иного. Есть и другие медиумические средства. Индустриальные звучания музыки, эти отходы предсмертной цивилизации, переплавлены в токи своего рода камлания, уподобленного музыке сфер. Наряду с земнородными началами в действии соучаствуют огонь, эфир, металл. Их несет в себя предельно энергетичное, агрессивно-экстатическое, очистительно-убийственное и вместе с тем идущее к парадоксальной гармонии звукопись музыки с ее артикулированным суммом и яростью священного безумия, с ее поэтикой сакрального насилия, где ощутимый пафос жертвы, ритуальность всесожжения, проведение посвящаемого через ночи хаос, через разрушительные стихии земного пламени и астрального льда, через гибель богов и смертных, творится новая неведомая вселенная, вселенная, вечность которой посмертна для мира сего. Все это создает атмосферу малой смерти и новой жизни, очищающего апокалипсиса, мифа про образ которого, однако, отсылает совсем не к иудейским, а к египто-тибетским источникам, к сакральным традициям. Продолжение следует...